А мы можем, типа, заменить ее? Нет, ее не заменишь, нам нужна крышка трамблера. Пока они ищут маньчжурское золото, или что еще там они рассчитывают найти на этом плавучем гробу, нам надо придумать, как отсюда свалить. Всем привет, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем играть в игру Man of Medan. Надо осмотреть машинное отделение. Грузовые трюмы? Что там? Ты их видел? У меня даже нет инструментов, чтобы там все осматривать. Делай, что говорят. В общем, ругаются тут. Наши бандиты, которые захватили наших героев на этом корабле и закрыли их в комнате. И вот наши герои сейчас ищут способ, с помощью которого они смогут сбежать от них. Надеюсь, что у них это все получится. Так, они по-прежнему что-то там спорят. Мы хотели их просто ограбить. Смотрите, как это все далеко зашло. Что вы творите? Заткните, Сёба. Вы оба придурки. Я ваш капитан. Вы должны меня слушаться. Ну, примерно так. Вот это я не пойму, что она тут увидела. Там какая-то картина. Я не смог ее рассмотреть током. Вообще. Так, ну тут записки всякие разные, конечно же. Привет, куколка. Типа письма с фронта солдата. Да, этот Миллер был сильно напуган. Еще бы. Тут напугается хоть кто. С потусторонними вещами не шутят. Да? Меня в дрожь бросает. От очков. Обычные очки. Ничего такого. Просто старинные. Я хочу, что эти парни с нами сделают. Будьте внимательны, ищите выход отсюда. Так, что еще здесь есть? Ну-ка, давай. Что-нибудь найдем интересное. Надеюсь, это будет то, что надо. А вот и выход. Отлично. Слушай, по этому грохоту можно было сразу. Смотрите. Сразу услышать все это. Слушай, я попробую. Этот стоит на стреме. Никуда не уходит. А те, видимо, пошли действительно в трю. Спускаться. Что они там пошли чертей искать. И почему он заброшен? Так, газета. Иди-ка посмотри. 1947 года. Прекрасно. Но она что-то, по-моему, не прокомментировала. Это никак. Ну, как она? Не могу открыть. Сюда. Так, что здесь? Если откроем. Свобода. Стоп, стоп, стоп. Мы не знаем, куда ведет эта шахта. Куда бы ни вела. Полюбас лучше, чем здесь. Мне выбить решетку? Я справлюсь. Нет, я справлюсь. Кто-то должен отвлечь их. Будет шумно. Погодите. Может, подопрем дверь изнутри? А вот это не знаю, правильно или нет. Но, возможно, это может помочь. Главное, то, что они двигали, он не услышал. Это услышал сразу. Так, а это осталось, Фриз. Жалко. Да ладно, ладно, все поймал ты. Ну, все другие убежали. Это уже отлично. Ну, пойдемте посмотрим, что тут есть. Что тут есть интересного. Так, читаем, по ходу, всякие записки всем членам экипажа. Всякие расписания, которые, конечно, мы не будем тратить время на них. Не знаю, я думаю, что они вообще практически ничего не дают. Хотя, кто знает. Может быть, я не прав. Давай-ка зайдем сюда. Так, что у нас здесь? Оу. Куча всяких рваных каких-то портянок. Офигенно. Так, ладно. Нюхнули, пошли дальше. Да? Так, это что? А, это печь. Да, ну, крысы здесь немаленькие. Хоть кто испугается, кстати. Так, вот, в темноте такая тварь выскочит. Тоже страшно. Да? Так что. Двигаем дальше. Так. Интересно, куда все подевались. Тут должны быть десятки людей, сотни. Как они могли исчезнуть? Оставим здесь все свои вещи. Здесь у нас что? Давай осмотримся. Так. Чертеж или схема корабля? Ничего интересного. Блин. Блин. Что-то вроде туалета, да? Санузел на корабле. Так, записка какая-то опять или письмо. Так. Эллен Рид. Милая Элли. Тоже письмо. Девушки. Целую, Роберт. Ясно. И что с ним стало? Погибли. Все погибли. Наверное, в туалете вот тут и писал. Блин. Вот это было жутко. Так. Давай еще глянем. Никого. Ладно. И это хорошо. По крайней мере, призраков нам не надо. Лишних. Здесь. Их и так будет хватать тут. Только бы Флиз была жива. Она тряпляет, Джей. Что они с ней делают? Джей. Слушай, ты так свихнешься. Будем оптимистами. Ладно? Ты слышал? А если ты имеешь в виду зловещие звуки? Нет, не слышал. Еще как слышал. Что-то двигалось? Да, такой звук, когда что-то двигается. Я так испугалась. Ничего. Я с тобой. Так, ну пока ничего страшного не происходит. Так, лежит какой-то дневник. Давай посмотрим. Немного. Так, и что у нас здесь? Я выявил проблемные места с хрупкостью конструкции и трещинами в некоторых секциях грузового отсека. Понятно. Дневник какого-то механика или еще кого-либо. Думать не хочу, как мы застрянем на этом ржавом корыте во время шторма. Карамель попал в сильный грозовой шторм. Ясно-понятно. В общем, одним словом, проблем хватает. Так, пойдемте дальше. Что у нас здесь? Пошли, пошли. Нет тут ничего. Замечательно. Может, они прячутся в трюме и хотят устроить нам сюрприз? Крысиная башка. Блин, эти вот кровати подвесные, гамаки такие. Как бы. Я представляю, если корабль начинает качать, ты такой качаешься вместе с этими штуковинами. Так, еще один дневник. Капитан запретил пить до конца плавания. Все понятно. Дисциплина прежде всего. А что такое дисциплина? Это воля. Да? Дисциплину не можешь соблюдать, значит, воли у тебя не хватает. И морякам нужна дисциплина, как никому другому. Иначе удачи не видать. Так, вижу, что-то там блестит на стене. А, это картина. Надо глянуть. О, блин. Этот урод на... Алекса, по-моему, напал. Надо быть осторожным. Ну что ж, больше вроде ничего нет. Пойдем отсюда. Так. Очередной переход. Переход. Ага, вот они вышли. А, этот идет. Да. Там, этот и есть. Самый главный начальник, да? У которого как раз крышка трамблера. Стойте. Крышка трамблера. Сдюка. Возьмем ее. Борзоль. Не так-то это просто взять ее. Там ходит с дубиной. Давай сходим за ней. Ее надо забрать. Точно. Так, спонтанное решение. Сначала нам надо все обдумать. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Стой. Тихо. Надеюсь, нам повезет. Твою мать. А, чего? Ты же сама предложила. Вот тебе твою мать. Так. Сказать броду? Ложись. Там было два варианта. Либо спрятаться, либо сказать броду. Блин. Эту крышку хрен возьмешь. Трамблера. Они тут ходят, охраняют ее. Как зеницу ока. Окей. Киэла. Так, кто здесь? Ты же слышал. Я тебя слышал. Киэла. Кто здесь? Не ори. Я пытаюсь услышать. Кто здесь? Я хочу знать, где они. Где они? Я хочу знать, где они. Где они? Спрятались? Да все такое прочее. Ошарашить? Офигеть. Блин, твою мать, а. Черт. Ладно. Засер. Давай. Сюда. Стать верным с ней. А вот так и не угадаешь. То ли повезло, вот это. То ли нет. Мы их из виду. Хрен его знает, как повернется дальше. И что будет. Вообще ничего неизвестно. Так что. Может быть не все так уж и плохо. Куда мы идем? Не твое дело. Скажи, куда мы, блин, идем? Да он откуда знает он? Ни хрена не разбирается в этом корабле. Дебильном. Как и ты. Он идет как слепой котенок. Тоже напуган. На таком корабле хоть кто испугается. Если честно. Эй! Назад! Не трогай! Я вот думаю, там этот гаечный ключ лежал. Она же вот подошла вроде к нему. Если он там остался лежать, значит по идее, по сути, кто-то его должен подобрать. Ну, видимо, нет. Не запланировано так. Ну, может, я и не прав. Кто его знает. Так, ну, давайте уже куда-нибудь придем. А то мы что-то ходим, ходим. Дверь, потом еще одна дверь. Комната. Потом еще одна комната. Ладно, хватит. Выходите. Черт. Да, чувак. Крыша у тебя съехала уже. От страха. Гребаный корабль проклят. Ну, тут ты прав. Так, вон шляпа лежит. Точнее, без козырка. Что там написано? Меда. Посмотри. Так, что-то. Изменения курса. Раз мы подобрали эту шапочку, значит, что-то важное. Что это за шум? Какой шум? Олсен! О, сошел с ума. О, боже. Вот не надо так делать, а? Игра. Я тебя прошу. Мы здесь были, нет? Не были мы здесь. О, боже. О, боже. О, боже. Вот этот... Этот парень сейчас здесь. С нами. Умер на корабле. Там и остаешься. Да ну. Бред какой ты несешь. Что он сказал, в общем? Этот парень с нами на корабле. Здесь остался. Крыша съехала, точно. У чувака. Что с ним могло случиться? Это лицо. Не знаю. Никогда такого не видела. Я не знаю, что за херня тут творится. Но нам нужно найти Олсена. Правда говорят, что когда человек умирает, вот у него открывается рот. И вот всегда, когда потом приводит в порядок покойников, вот стараются все это привести в порядок, закрыть глаза, закрыть рот и так далее. То есть мышцы расслабляются полностью и рот обычно открыт. И вот такой есть знаменитый, можно сказать, специалист по спецэффектам, Том Севини, который всегда накладывал грим, допустим, в фильмах про зомби, тоже говорил об этом. Потому что он это видел неоднократно, как люди умирали во Вьетнаме. Именно вот этот момент он запомнил раз и навсегда. Смерть ужасна, одним словом. Так, что с ним? Так, так. Так, что это было? Не знаю. Если бы мы знали, что это было, то сказали бы. Брэд, Флис, давайте. Я надеюсь на вас, я думаю, что у вас будет все хорошо. Вперед. Так, картина. О, какой-то этот колдун или чернокнижник. Так, так. Так, зашли, что это нам дает? Нам нужно на палубу. Ещё бы узнать, как туда попасть. О, мать! Боже. Капец. А она как стояла прямо, так стоит. Хоть бы сделали какой-нибудь эффект, что она так присела, хотя бы. Охрена себе. И даже не вскрикнула она ничего. Ну, это для нас сделали, конечно, для зрителей, а не для неё. Как бы. Что это? Ничего не понимаю. Так, они спустились в самое... Эй, замолчи. Ты что? Жуткое место вот этот. Кстати, газ тут кругом. Сейчас у них могут быть галлюцинации. Причём большие. Так, что у нас здесь тоже расписание какое-то. Караульная служба. Всё понятно. Не, ну эти звуки, конечно, да. Вообще, мне это нравится. Столько эта серия нравится. Классно сделано. Конечно, возможно, это не самая страшная игра, там, и не самая великая, но, тем не менее, игры вот этой серии очень нравятся. Прекрасная идея. И воплощение вообще отлично. Сколько можно таких сделать, Игорь? Да столько же, сколько рассказов у Стивена Кинга. Например. Было бы здорово. Или столько же игр, сколько рассказов, у Лавкрафта. Что здесь произошло? Убийство, убийство произошло. Что тут произошло? Чарльз Пэрис. Скелет неспроста нам показывает. Началось. пошел же скачу и него так как происходит она такая спокойно вообще что тут происходит так глаза прищурит еще пуля так и что вот тебе и все так промазал раз опять промазал блин вы чё твою мать отпусти ее нахрен дай еще шанс кнопку нажать вот тварь как это вылазит получи говнюк здесь я не промажу но эти кнопки у меня просто здесь так есть успел успел помочь ему спасти брэда спасти брэда спасти брэда а если это обман если это обман твой мать да япона ты мать что мы делаем мы же шли за ними нельзя подходить близко так мы их обгоним хочется верить я справлюсь алекс главная палуба третий час ночи ну дела так что у нас здесь как это у них типа часовня о боже зачем мне сейчас на это смотреть внутренней циркуляр интересно дают какой-то эффект эти записки вот я допустим прочитал или посмотрел что-то меняется или нет вот в чем вопрос поймешь то ли да то ли нет ничего не понятно что творится так что там у нас дверь вошли в одну дверь дальше еще одна дверь о по-моему нет точно камбуз ты что водишь нас другами прости надо идти дальше так и что же мы здесь найдем на камбузе давайте посмотрим что у нас здесь о боже господи боже алекс что там мерзкая вещь одна гадость ого да и по моему пофигу молодец отличная деваха так что сегодня по графику мясная запеканка вкусно в какой-то момент время как будто замерла весь корабль перестал работать ну это можно сравнить с чем как взрыв атомной бомбы эй осторожнее сейчас не время херней страдать классный нож неплохая может выйти компенсация для этих уродов сейчас ладно забирай так теперь у нас значит нож у конрада надеюсь он никого не прирежет этим ножом так что мы нашли на кухне мы нашли расписание мы нашли нож мы нашли какие-то изъеденные руки что ли или что там можно подумать ты умеешь готовить да ладно расслабься я просто пошутил кстати факт остается фактом допустим если даже крысы на этом корабле ну ладно допустим это корабль призер но если крысы на корабле они же должны чем-то питаться думаю это правильный путь что это получается что крысы питаются крысами крысами крысы каннибалы звучит жутко ладно очередной дневник мы в море совсем недавно так ну это дневник одного из моряков либо кого-то из офицерского состава так ладно двигаем дальше и картина ну-ка сейчас глянем что на картине а вот это кстати важный момент итак нож у нас у флис нож у нас у конрада что то не так твоя мать а что что здесь кто то есть был ведь ну какой то звук я пошли дальше я точно что то видела движение какое то соберись Джулия просто возьми себя в руки не смейся надо мной что ты говоришь какой смех ты вообще думаешь что говоришь смех тебе так здесь мы уже были я помню это место мы ходим кругами и что делать развернуться мы все это уже видели хватит Джей у нас нет паническая атака надо идти туда короче нет это явно не мой вариант что блин вот они эти ящики гробыли что то в этом роде не моя тема тут жутко ну да тут мерзко и жутко надо убираться отсюда и надо найти флис отлично так чего же мы тут торчим а это что вот чего я не хочу это заглядывать внутрь вообще я не буду это делать имя написано и что они здесь делают не думаю что они планировали навсегда застрять на корабле признаков какая разница кто они и откуда они мертвы а мы живы пусть так дальше и будет ни о чем не говорим Брайн Картер так а вот это я не буду делать хочешь что мне говорите не не нахрен надо тут и так проблем хватает какая-то хрень вылезет оттуда и будет бегать по всему кораблю и лучше не нужно можно не хочу пошли отсюда да может это малыш Дракула а тут его родители и они лежат в земле из родной страны и потом они все нападают на Конрада и съедают его конец футболка у него написано на футболке на футболке салим кстати зачем запирать гроб на замок зачем здесь цепи и замок ну чем не способ разорвать отношения цепи и замок ну я думаю что прекрасная защита пусть так и остается салим на футболке ну вот все что связано с салимом вот эти салимские ведьмы да не буду я это открывать я думал что-то изменится нет 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 все уходим и вот известная книга Стивена Кинга салим лот что такое и как по-другому она называлась ирус смотри что ну это не страшно серьезно ты что меня пугаешь голова упала может просто уйдем ты чего не видела не видела что ли да давай просто уйдем ирусалимов удел там был русский перевод помню в свое время я читал эту книгу есть мэм надо помочь лись давайте быстрее просто поражает воображение ну когда первый раз конечно читаешь второй раз понятно что перечитывать уже не хочется какой зиму что уже какой зиму что уже о да здесь идеально чисто получил что называется тут дофамин боже это че такое было сейчас сейчас не время валять дурака я серьезно я на пределе а тут мужик просто лежит мужик лежит типа который пролежал здесь целую кучу лет и с ним ни хрена не случилось даже не разложился ты че такое ты на это не обратил внимание ну решил проветриться капец тут жутик лежит тоже нахрен нахрен это что он умер от испуга ну этот смешной чувак смотри он улыбается даже ха-ха такой прикалывается все хорошо ты попал в нужное место в нужный кабинет сейчас мы тебе поставим прививку от коронавируса у этого парня был аппендицит что вполне обычно а потом он умер от обширного инфаркта а вот это очень странно хэштег нет нет хэштег молодец этот пропал ну что ж я думаю что буду заканчивать эту серию так что где конрад наверное ушел вперед в следующих сериях узнаем что же было дальше а сейчас всем желаю удачи и всем пока пока эй конрад черт куда он делся а 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 как сделать такое а а Субтитры создавал DimaTorzok